Пятый год в Доме Российского Исторического Общества объявляют победители Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе. Традиции инновации». Однако в этом году из-за ограничений, связанных с распространением эпидемии коронавируса, церемония впервые прошла онлайн. Временный переход на дистанционный режим работы в этом году коснулся и системы школьного образования. Из-за этого нагрузка на педагогов возросла, многим пришлось осваивать новые технологии, жертвовать личным временем, чтобы практически круглосуточно оставаться на связи со своими учениками, помогая им не отстать от школьной программы. Во многом благодаря этим усилиям удалось сохранить уровень преподавания, не потерять целый учебный год. Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить искреннюю признательность нашим уважаемым педагогам, которые все это время, невзирая ни на какие обстоятельства, достойно выполняли свой профессиональный долг. В 2020 году заявки на конкурс направили 506 человек из всех федеральных округов России. Принять участие в конкурсе могли учителя истории из общеобразовательных учреждений с педагогическим стажем не менее трех лет. По условиям конкурсанта должны были предоставить запись своего открытого урока. В этом году приоритетной темой стала Великая Отечественная. Не раз говорил о том, что история, как и литература, является дисциплиной, в которой от личности учителя зависит практически все. Научить школьника мыслить самостоятельно, привить ему любовь к своему отечеству под силу только высококлассному педагогу. Поддержка таких учителей – это приоритет российского исторического общества и фонда истории отечества. Поздравление победителям и призерам конкурса направил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив в своем видеообращении, что любое профессиональное состязание для педагога – это возможность переосмыслить свой опыт, проанализировать современные тенденции, увидеть, чем живут коллеги и какие интересные находки применяются в программах обучения. Благодаря конкурсу ежегодно открываются новые яркие педагогические таланты. Их опыт и их наработки активно распространяются среди коллег в регионах. Все это способствует формированию образа успешного учителя истории. А качество ваших программ приближает нас к нашей общей цели – дать качественное образование каждому ребенку. Лауреатами конкурса стали 24 учителя – талантливые педагоги и историки со всей страны, из больших городов и отдаленных сел. Все они получат награды и денежные премии – 260 тысяч за первое место, 215 за второе и 180 за третье место. Деньги выделил фонд истории отечества из своей субсидии. Однажды этот конкурс кто-то назвал Нобелевской премией для учителей истории. Это может быть и в самом деле так, потому что сегодня учителя говорили, что, к сожалению, не всегда должное внимание уделяется учителю, тем более учителю яркому, учителю, который имеет собственные методики, который хочет развиваться, который любит, по-настоящему любит свое дело и любит детей и хочет их научить истории. Действительно, одно из важнейших направлений работы Российского исторического общества и фонда истории отечества – это работа с педагогами. Школьник в первую очередь имеет дело с учителем истории, и этих людей нужно поддерживать, помогать им осваивать лучшие педагогические практики. Это особенно важно, учитывая, что и процесс обучения вынужденно был переведен онлайн. Конкурс «История в школе» позволяет преодолеть творческую изоляцию. При всей информационной открытости современный педагог, особенно в провинции, часто не находит единомышленников и вынужден сам преодолевать трудности. А конкурс позволяет увидеть, что ты не один, что есть творческие люди, у которых есть чему поучиться и хочется это сделать. В этом году по просьбе Министерства просвещения группа экспертов Российского исторического общества подготовила обновленную концепцию преподавания учебного курса «История России». С принятием концепции «Осенью» линейный принцип преподавания истории распространился на всю старшую школу, включая 11 классы. Как раз сейчас решается вопрос, как синхронизировать и согласовать курсы региональной, отечественной и всеобщей истории. Это накладывает на всех вас, на учителей, большую ответственность. Мы должны все строить преподавание истории в школе на основании этой новой концепции. Разумеется, эта концепция не вердикт, она не обязывающая каждой своей формулировкой. Очень многое будет зависеть от учителя, от вас. Как вы сможете донести и рассказать нашим детям, школьникам реальную правду об истории нашего отечества. Уже в следующем году при подведении итогов конкурса «История в школе традиции и инновации» вместе с будущими победителями в Москву на торжественную церемонию награждения пригласят и нынешних финалистов. Служба информации Фонда Истории Отечества.